На официальном сайте Минздрава сегодня опубликована свежая информация об эпидситуации в республике. Согласно данным еженедельного мониторинга, с 7 по 13 февраля в ДНР было зарегистрировано уже более 10 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Это выше показателя предыдущей недели на 21%. В ДНР по-прежнему отмечается смешанная циркуляция гриппа типов А и Б с преобладанием гриппа А, то есть H1N1. Подъем заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах населения, но детей, подхвативших инфекцию, все-таки больше, чем взрослых. В связи с этим в некоторых образовательных учреждениях республики пришлось даже отменить занятия, а школьников перевести на дистанционное обучение. Из-за роста количества заболевших ОРВИ и гриппом во всех общеобразовательных организациях Енакиева, в 15 классах четырех школ Тореза и в одной шахтерского района было решено временно приостановить учебно-воспитательный процесс. 32 класса восьми школ Макеевки на этой неделе тоже перешли на очно-заочную форму обучения. Вчера подобное решение было принято и относительно шести школ Большого Харциска. На сегодняшний день у нас ситуация с заболеваемостью более-менее стабилизируется и мы уже наблюдаем спад заболеваемости и погодные условия нам помогают в плане того, что дети могут нормально добраться до школы. Надеемся, что так оно и будет в будущем. А на сегодня у нас 1862 ребенка находится на обучении с применением дистанционных технологий. То есть, они получают задания в электронном виде, его выполняют. Заболевших вирусной инфекцией детей больше всего оказалось в 1 и 25 Харцисской школах, в 13 Иловайской, 19 в поселке Горное, Зуевской 11 и 18 Троицко-Харцисской. Эпидпорог в этих учреждениях был превышен на 20%, что и стало основанием для перевода школьников на дистанционное обучение. Два класса 2-й Харцисской школы со вчерашнего дня также учатся дома. Мы посмотрим ситуацию сегодня к концу дня, что будет. И, скорее всего, в понедельник уже дети выйдут на занятия. В предстоящий вторник вернутся в свои классы и первоклашки. Пока у малышей продолжаются дополнительные каникулы. У них еще один день есть каникул. Они ушли с 11 числа на дополнительные каникулы, которые должны были у них начаться с 17-го. Но так как были неблагоприятные погодные условия, началась заболеваемость большая, было принято решение отправить детей на неделю раньше. По дошкольным образовательным организациям у нас заболеваемость ниже, чем в школах, поэтому на сегодняшний день сады работают в обычном режиме, дети ходят. Конечно, болеют, но они болеют в течение всего года. Необходимости переводить их на какие-то другие формы образования не стоит. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения ДНР, общий показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике, по данным еженедельного мониторинга, составил 44 случая на 10 тысяч населения, что пока вдвое ниже эпид порога.